О пандемии, экономике и новых мерах поддержки. Путин ответил на главные вопросы россиян. Три новых горожанина. В столице республики выйдут в рейсы троллейбусы для маломобильных граждан. Ёлка желаний. Новогодние подарки в рамках всероссийской благотворительной акции получила многодетная семья из Чебоксар. Сегодня прошла 16-я ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Из-за эпидемиологической ситуации обычный формат был скорректирован. Представители иностранных и российских федеральных СМИ традиционно находились в центре международной торговли, а региональные корреспонденты на площадках в федеральных округах. Президент вышел на связь из резиденции в Новоогареве. Наша съемочная группа работала сегодня в Нижнем Новгороде. В этом году пандемия коронавируса повлияла не только на формат проведения пресс-конференции. На прямую связь с президентом аккредитовались вдвое меньше журналистов, чем в прошлом году. Здесь, в Доме связи, в Нижнем Новгороде собрались 83 представителя СМИ, которые работают в Приволжском федеральном округе. Кроме того, в этом году решили пресс-конференцию объединить с прямой линией, и каждый россиянин мог задать свой вопрос через сайт или с помощью приложения «Москва Путину». В отличие от предыдущих встреч с журналистами, в этом году президент не стал долго подводить итоги. Но, как и ожидалось, первый вопрос касался ситуации, с которой столкнулся весь мир. Год был плохой или было что-то и хорошее, на ваш взгляд? Что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая. Погода, она и есть погода. Вот так и год. И плюсы есть, и минусы. Как в жизни всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах. Что такое пандемия? Это значит локдауны, сокращение производства. Это значит сокращение перевозок. Все, что с этим связано, это значит сокращение рабочих мест, падение доходов, к сожалению. Все это имело место быть. Но в то же время мы встретили эти проблемы достойно. В Доме связи в Нижнем Новгороде, где собрались журналисты ПФО, меры безопасности традиционные. Стулья расставлены с учетом социальной дистанции, перчатки и маски обязательны. Прессу волнуют вопросы как федеральной, так и региональной повестки. В этом году особая роль отводилась волонтерам. Журналисты и добровольцы Екатерина Дьякова из республики Мариэл волнуют их статус. Мой вопрос был касаться не только нашего региона, но и остальных. И касается он работы волонтеров. То есть будут ли определены им какие-то социальные гарантии, поскольку они общаются с представителями 65 плюс возраста. И хотелось бы знать, как будет поддерживаться их безопасность. Во многих регионах страны в 2020 году сменились главы. Так журналисты из Мордовии интересовал вопрос, по какому принципу подбирают кандидата на пост главы региона. Вопрос у нас очень сильно ожидаемый. Потому что у нас в регионе новый, не глава пока еще временно исполняющий обязанности главы. Нам очень интересно, какими мыслями, что мотивировало президента именно на избрание конкретной данной кандидатуры. Ну и в общем-то, какие цели, цели, задачи на ближайшее время, на отдаленную перспективу. Примерно так. В Мордовии, в Мордовии, Россия нас, конечно, тоже интересует, но в Мордовии немножко, не сказать, чтобы больше, но острее, скажем так, интересует. Из Башкирии в Нижний Новгород приехали 12 человек. Это одна из многочисленных делегаций. Коллеги решили работать командой. На своеобразной планерке выбрали вопрос от региона. Мы договорились у нас, мы пришли к консенсусу. Такие вопросы, которые устраивают всех, чтобы, ну, не совсем частные случаи спрашивать. Поскольку, как бы, здесь не идет речь о скорости, все равно об этом напишут все. Поэтому у нас есть общие вопросы, да, как бы, в какой приоритете, что задавать, каждый человек решит самостоятельно. Вот, но, во всяком случае, мы не спросим какую-нибудь глупость. Многие коллеги ехали на пресс-конференцию без готовых вопросов. Все собирались решать на месте. Вопрос есть, но можно и поимпровизировать, в зависимости от ситуации, потому что реакции президента никто не может предугадать. Он может что-то уточнить, что-то дополнительно спросить. Нынешний год стал испытанием для многих отраслей. Пришлось искать дополнительные средства на медицину, поддержать малый и средний бизнес. Организация дистанционного образования тоже потребовала времени и средств. Конечно, онлайн-система, такой формат не заменит никогда прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем. Во всяком случае, этого еще очень долго не произойдет. Тем не менее, система, при которой и в школе, и в высшей школе онлайн-образование будет использоваться, и система существует, она, конечно, будет развиваться. Рост цен, безработица, экологические проблемы, мусорная реформа, въездной туризм – эти и другие темы звучали в ходе всей пресс-конференции. Пандемия, которая внесла коррективы в нашу жизнь, именно это стало отличием 16-й пресс-конференции главы государства. Всего за полтора часа журналисты задали более полусотни вопросов. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика, из Нижнего Новгорода. Очередная рабочая поездка главы республики состоялась в Чебоксарский район. Он стал участником круглого стола по развитию бизнеса на селе, в рамках которого было открыто новое производство по переработке молока. Благодаря господдержке в Чебоксарском районе появился новый цех по розливу молока. Новая линия универсальная. Можно перерабатывать два вида молока – козье и коровье. Продукцию будут разливать в стеклянные бутылки. Цех и молочная линия закуплены на средства «Грант». Значит, «Грант» был в сумме общей стоимости проекта у нас 78 миллионов, из них 46, получается, это господдержка, и 40% своей средства, порядка 32 миллионов, вложены были нами. За круглым столом обсудили новые направления развития сельскохозяйственной кооперации. Особое внимание будут уделять малым формам хозяйствования. В следующем году все формы поддержки, которые были в 2020 году, они сохранятся, кроме грантов на поддержку начинающих фермеров. Эта программа объединилась, скажем так, с другой формой поддержки, с агростартапом. Кроме этого появится новая форма поддержки, про которую мы уже говорили, агропрогресс, где тоже могут участвовать малые формы хозяйственных предприятий. Максимальная сумма гранта составит 30 миллионов рублей. За счет этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости производства, реализуемого с помощью инвестиционного кредита. Вернулись и к федеральному проекту школы-фермера. С его помощью в республике планируют готовить по 10 специалистов в направлении современной технологии сыроделия и ягодоводства. Обучение в школе-фермера будет бесплатным на базе Чувашского государственного аграрного университета. Цель проекта – это формирование мировоззрения у будущих фермеров. Причем для проекта мы привлекаем широкую аудиторию потенциальных обучающихся и одним из условий проекта является написание мотивационного эссо. Уже сегодня нам поступило 26 заявок на 20 мест. Это только для начала. Чтобы о Чувашских производителях знали как можно больше, надо создавать онлайн-базу местной продукции под единым брендом. Этот бренд, очевидно, должен быть и разнообразным, и экологически чистым, и точно соответствует стандартам российского зеленого бренда. Ну и за счет этого получать возможность, с одной стороны, продвижения этой продукции, а за счет продвижения расширять и перечень, и количество производимой продукции. Выгода от этого очевидна как продавцам, так и потребителям. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика. В Чувашии запустили портал covid.cap.ru для дистанционного информирования жителей о результатах тестов. Новый сервис работает на базе Республиканской медицинской информационной системы. Это поможет пациентам быстрее получить медпомощь и снимет с врачей дополнительную нагрузку. Тестирование на новую коронавирусную инфекцию в Чувашии можно пройти в 11 лабораториях. За время пандемии сделано 378 тысяч анализов методом ПЦР-диагностики. Если раньше пациентам приходилось ждать своих результатов несколько дней, то с осени этого года это время ожидания сократилось до 48 часов. Последнее новшество, результаты можно узнать через интернет. Все, что для этого нужно, иметь направление на руках. Это направление у нас, скажем так, сразу в виде заявки попадает в лабораторную информационную систему именно той медицинской организации, которой прикреплена эта медицинская организация. Ну, так называемая ковидная лаборатория. То есть ковидная лаборатория сразу видит, на каких пациентов должны в скором времени поступить в биологический материал. Конечно, это теперь позволяет значительно ускорить и, наверное, даже в разы позволяет сократить время получения результата ПЦР-диагностики. И для нас это было очень важно, чтобы из лабораторной информационной системы, как только будет готов результат, лаборант тоже вносит уже результат, уже не в том объеме набивает эту информацию, а буквально несколько парей, скажем так, набивает в электронной медицинской карте. И эта информация сразу становится доступной той медицинской организации, тому врачу, который оформил направление на ПЦР-диагностику. И это важно для того, чтобы врач мог своевременно и значительно раньше смог выбрать тактику лечения и организовать выход врача на дом к пациенту. В этот же момент автоматические результаты ПЦР-диагностики поступают и на портал covid.cap.ru. Пациент набирает на сайте номер направления, вбивает дату своего рождения и получает результат. Есть и другие способы. Отсканировать QR-код, он тоже указан в направлении, получить по электронке, либо зайти в личный кабинет на портале госуслуг. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Александр Отяков, Республика. В семи больницах Республики появятся арт-аптечки бойцов ковидного фронта. С такой интересной инициативой выступили сотрудники столичного культурно-выставочного центра «Радуга». Искусство лечит душу, а через душу всего человека. Об этом знают те, чья профессия связана с исцелением людей. Снизить уровень эмоционального напряжения и предупредить синдром профессионального выгорания тех, кто работает в красной зоне, – цели проекта. В его рамках в семи лечебных учреждениях Чувашии появятся те самые аптечки. В их составе 24 произведения живописи в технике Жекле, выставочная ширма, кресла-мешки, светильники, портативная колонка, мольберты, материалы для творчества, методические рекомендации. Данный проект уже объединил два направления арт-терапии – импрессивную и экспрессивную арт-терапию. То есть сотрудники красной зоны смогут не только, созерцая произведения живописи, снизить свое эмоциональное напряжение, но сами попробуют творить, создавая произведения искусства буквально в четыре этапа, даже не имея определенных навыков. Арт-терапию прошли и главные врачи лечебных учреждений Чувашии. В рамках мастер-класса им предложили самим встать к холсту. Вообще арт-терапия, она известна давно, и вот конкретно в нашей больнице, в терапевтическом отделении, где работает заслуженный деятель культуры, который пишет картины, есть такая выставка собственных ее работ. И все больные, пациенты, сотрудники отмечают благоприятное действие. А сейчас, особенно когда мы работаем в ковиде, конечно, очень важно. Я вот человек совершенно далекий от творчества. Вот сейчас, попытавшись написать что-то, вы знаете, я получила искреннее удовольствие. Положительную массу положительных эмоций – то, чего крайне сейчас не хватает. Творческие работы медиков будут представлены на специальной выставке в культурно-выставочном центре «Радуга». Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика. Три новых троллейбуса с символичным названием «Горожанин» должны появиться на улицах Чебоксар к Новому году. Этот современный транспорт готов обслуживать маломобильные группы населения. Наша творческая группа побывала на приемке и смогла оценить все его преимущества. «Горожанин» – потому что для города, объясняют представители Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Полная пассажировместимость – 100 человек, мест для сидения – 32. Новые троллейбусы низкопольные, что обеспечивает удобную посадку пассажиров с ограниченными возможностями и мам с детьми. Оснащены кнопкой вызова водителя, местом для инвалидной коляски с фиксацией и кнопкой оповещения водителя. А также укомплектованы современной системой навигации «Эроглонас» и кондиционерами. Средства на покупку троллейбусов в размере 1 миллиард 172 тысячи рублей выделило правительство страны. На эту сумму были проведены закупки и заключены два контракта на 68 единиц. 16 троллейбусов – это с автономным ходом и 52 обычные. Очень вовремя. И так как уже троллейбусное управление, что в Чебоксарах, что на Чебоксарске, более 90% парка уже изношено. Одно из главных преимуществ такого горожанина – полная безопасность в эксплуатации. В постоянном режиме работает устройство контроля изоляции, которое замеряет потенциал корпуса относительно земли и в случае наличия утечки тока отключает высоковольтные цепи. Также установлена система контроля состояния изоляции по цепям. Когда троллейбус опускает токоприемники, система с собственным источником напряжения проверяет основные высоковольтные цепи, тяговый двигатель, печки, проверяет состояние изоляции. В салоне машин – видеокамеры, USB-зарядки. Из 68 единиц новой техники часть передадут Чебоксарскому троллейбусному управлению, часть отправят в Новочебоксарск. Окончательное обновление подвижного состава должно завершиться к началу марта 2021 года. Ольга Алексеева, Александр Отяков, Республика. Действующее законодательство обязывает абонентов заключать со специализированной организацией договор о техническом обслуживании газового оборудования. Нет ли нарушений в домах или квартирах, специалисты проверяют ежегодно. Вместе с работниками компании «Газпром газораспределения Чебоксары» на проведение планового техобслуживания отправилась и наша съемочная группа. Обеспечение безопасности газоснабжения – важная задача. Вот почему, несмотря на пандемию, газовики ни на день не приостанавливали проведение техобслуживания внутридомового газового оборудования. На предприятии строгий контроль за соблюдением всех необходимых мер для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Работа персонала компании организована в соответствии с установленными нормами. Перед выходом на работу все сотрудники проходят температурный контроль. Кроме этого, они обеспечены у нас все медицинскими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами для рук. При необходимости, если есть такая необходимость, через медицинские учреждения проводится тестирование за счет средств компании. Нарушения правил пользования газом в быту могут привести к трагическим последствиям, например, к отравлению угарным газом. Слесарь внутридомового газового оборудования Денис Федоров говорит, что наибольшую опасность, пожалуй, представляет оборудование с открытой камерой сгорания. Например, проточные водонагреватели, а также котлы. Когда наступает холода, абоненты пренебрегают требованиям правил и не открывают форточку, когда разжигают это газовое оборудование. В результате тяга в вентиляционных каналах и дымоходах пропадает. Ситуация ухудшается, даже усугубляется, в случае, если у абонента при этом эксплуатируется вентиляционный канал, установленный вентилятор в санузле, к примеру, или вытяжка непосредственно над газовой плитой. При этом тяга может в дымоходе и в вентиляционном канале опрокинуться, и продукты сгорания, к которым относится еще и угарный газ, будут поступать в помещение. Это может привести к несчастным случаям отравления вплоть до летального исхода. Компания «Газпром» газораспределения Чебоксары еще раз напоминает о необходимости обязательного заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования со специализированной организацией и своевременного выполнения техобслуживания. Регулярная проверка исправности газовых приборов и своевременный ремонт, проводимый работниками специализированной компании, обеспечат вашу безопасность. Помните, отсутствие договора о техобслуживании влечет за собой приостановление поставки газа абоненту. При появлении запаха следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть форточки, окна и двери для проветривания, не допускать открытого огня, не курить, во избежание искрообразования не включать и не выключать электрические приборы и электроосвещение, не пользоваться электрозвонками. Пригласить специалистов для проведения техобслуживания можно по единому многоканальному телефону 8 800 707 97 80. В Чувашском государственном театре юного зрителя прошел концерт, посвященный 250-летию Людвига Ван Бетховена, под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Российской Федерации Мариса Еклашкина. Людвиг Ван Бетховен – величайшее явление в мировой музыкальной культуре, композитор, еще при жизни ставший легендой. Талантливый и целеустремленный, даже потеряв слух, он продолжал создавать свои гениальные произведения. Бетховен современен и сейчас. Бетховен писал музыку, которая заставляет плакать и смеяться, взлетать ввысь и стремительно падать вниз. Она вдохновляет и окрыляет, дает надежду на то, что в жизни возможно достичь всего, даже самого невероятного. Сила Бетховена в том, что особенно в нынешнем, в нынешней обстановке, в нынешнем состоянии в целом нашего государства и в целом мирового сообщества, нам Бетховен способствует, помогает находить все то, что необходимо для того, чтобы именно отстоять, именно победить, как мы говорим, вот ситуацию нынешнего характера. Чебоксарский наш зритель, он очень приветствует, я могу сказать об этом уверенно, именно классическую музыку, классическое наследие композиторов, венских классиков, романтиков, русских композиторов и, конечно же, композиторов нашей Чувашии. В концерт «Волшебные ноты» Бетховена вошли пять симфоний великого композитора. В планах симфонического оркестра представить зрителю все девять. Бетховен – это именно мощная такая вот аура, мощный толчок, мощное движение, которое дает любому дирижеру. Он не дает нам успокаиваться. Все вперед, движение вперед. Ольга Алексеева, Юрий Марков, Республика. Время исполнения желаний. В рамках Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной» новогодние подарки получили в многодетной семье Абрамовых. Мечтать свойственно всем детям. В семье Абрамовых трое детей – Кирилл, Маша и Даша. Старший занимается велоспортом, учится в школе Олимпийского резерва в городе Санкт-Петербург. Даша тоже мечтала о велосипеде, но в многодетной семье всегда есть куда потратить деньги. Узнав об акции «Елка желаний», мама ребят решила попробовать и написала по известному адресу. Я хотела очень исполнить мечту своей дочери средней о велосипеде, которую она мечтает давным-давно. Мы никак не смогли с этой мечтой еще осуществить ее. Но к Новому году думала, может, все-таки получится. И написали туда заявку. Через месяц нам позвонила. И Даша очень обрадовалась велосипеда. Велосипед Даша вручил министр спорта Республики. Там как раз шли тренировки. И мастер-класс для Даши был очень кстати. Сегодня исполнила желание девочки Дарьи. Подарила ей велосипед. Она будет вести здоровый образ жизни, кататься. И надеюсь, что в будущем будет заниматься велосипедом и спортом. Младшая Маша тоже не осталась без подарка. Для нас это первый опыт. Хотелось просто получить какой-то заряд позитивной эмоции. Год был достаточно насыщенный на события. И хотелось бы под конец года подарить радость детишкам и, конечно же, получить вот этот позитив, вот эту радость. Это тот самый случай, когда и не знаешь, кто больше радуется – дарящий или получающий. Я очень хотела, да, у нас велосипед, потому что мой брат занимает велоспортом. Мне очень понравился он. Мне очень понравился пушистик и мягкая игрушка. Я мечтала о ней. Я увидела ее по телевизору и сразу ее захотела. Спасибо. Елки желаний уже два года. За это время с помощью взрослых исполнено желание сотен ребят по всей стране. Екатерина Шиверова, Георгий Кривошейн, Республика. Сегодня в Чебоксарах открывается выставка к столетию Республики Татарстан. Картины членов Союза художников из соседнего региона представлены в Национальной библиотеке в галерее «Серебряный век». Натюрморты, портреты, жанровые композиции – более ста живописных, графических и прикладных работ, которые позволяют публике познакомиться с культурным многообразием татарского народа. В новогодние каникулы в столице катки будут работать ежедневно. На сегодняшний день действует 20 площадок для массового катания. Они находятся на территориях микрорайонов. Процесс заливки начался еще 1 декабря. Погода позволила. На 12 катках есть пункты проката, где есть коньки любого размера. Но, как прежде, пока не будет. Новая коронавирусная инфекция внесла свои ограничения. Если раньше мы предоставляли в пунктах проката услуги, предоставили чай, кофе, то сегодня, к сожалению, мы вынуждены ограничить именно вот этот вид деятельности. На сегодня мы предоставляем только коньки и пункт переодевания сам. Количество лиц, находящихся на игровой площадке, не должно превышать 50 человек. Массовых мероприятий именно в новогоднюю ночь мы не планируем на сегодня. Ждем соответствующих рекомендаций от Роспотребнадзора. Для переодевания планируются специальные вагончики. Мы предполагаем в ближайшее время установить вагончики, где можно будет переодеться. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен, в том числе депутатами городского собрания, для того, чтобы создать все необходимые условия. В новогодние праздники наши школьные спортивные объекты также будут открыты, но с соблюдением всех санитарно-педемиологических норм. Екатерина Шиверова, Республика. Это были главные новости четверга. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин